Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края инспектировали поля рисовой оросительной системы в Крымском районе. В состав комиссии вошли специалисты Министерства и Россельхозцентра, ученые в ней риса, также аграрии управления Кубань, Милеводхоз и Южного рисового союза. Принимал краевых специалистов заместитель главы района Виталий Пархоменко. Он же и рассказал о состоянии рисовых чеков. Рис стоит в очень хорошем состоянии, густота посевов хорошая. Сегодня все отработано против вредителей болезней. Проведены две подкормки, поэтому, конечно, мы надеемся, что в этом 2014 году мы получим урожайность и вал больше, чем в прошлом году. В Крымском районе возделыванием риса занимается 6 хозяйств различных форм собственности. На площади 2362 гектара рисовых угодий выращивают 8 сортов культуры. Посевы сои в рисовой оросительной системе занимают 35% от всей площади. Краевая делегация осмотрела два хозяйства. Так, в агрофирме Мерчанской специалистам продемонстрировали новую технику, планировщик американского производства, благодаря чему разработка рисовых чеков происходит намного быстрее. Вот это топографическая съемка одного из чеков. По ней видно, что площадь рисового чека 5,2 гектара. И видно, сколько нужно высыпать и сколько нужно отсыпать. А вот предприятие «Наука плюс» уже третий год выращивает экологически чистый рис, без применения удобрений и гербицидов. О тонкостях и сложностях своей профессии поведала коммерческий директор «Наука плюс» Светлана Березовская. «Трудность выращивания этого риса, что мы вытягиваем его из-под воды и делаем обязательно где-то три раза планировку лазерную. Кроме всего прочего, чтобы его вырастить и убрать, и более того, его нужно еще и обработать на машинах, именно тех, которые будут только принимать экологически чистый рис. Эти условия очень тяжелые, но мы в своем хозяйстве это выполняем». Уже в ближайшее время этот диетический рис пройдет международную сертификацию, благодаря чему экспорт продукта станет возможным в любую страну мира. Большое внимание краевые специалисты уделили сое. Это одна из лучших культур в рисовом севообороте. Именно соя прекрасно обогащает почву азотом и насыщает кислородом. «Клубеньков достаточно, работает хорошо, видите?» «Вот это покажи, вот это». «Отлично». На сегодняшний день, применяя научную терминологию, правильно будет сказать, что рис находится в фазе выметывания трубки. Его состоянием в целом краевая комиссия осталась довольна и дала высокую оценку культуры земледелия рисовой орастительной системы Крымского района. Рисоводы Крымского района радуют нас ежегодно. И вот сегодня на осмотре культуры земледелия на рисовой орастительной системе мы отмечаем высокую эффективность работы рисоводов Крымского района по не только культуре земледелия, но и по увеличению показателей производственных отраслей. Используются не только новинки селекции, то есть это новые сорта, новые подходы выращивания этих сортов, но и сама технология. Крымский район, вот он, небольшая площадь по производству риса, посевная площадь риса, но из года в год показывают одну из лучших урожайностей. Грамоту за активность и высокие достижения получает каждый год. Я думаю, что в этом году будет то же самое. Молодцы, и мне не стыдно показывать, кому бы то ни было, рис, хоть иностранцам, хоть кому. Поскольку Кубань является основным рисосеющим регионом, именно этой культуре уделяется большое значение. Ежегодно в крае убирают более 800 тысяч тонн риса, тогда как для обеспечения всего населения России достаточно 500 тысяч тонн.